Он богат и хорош собой. Мисс Эвердин, я хочу от всей души видеть вас своей женой. Я в жизни не встречал более прекрасного создания. Жди меня. Завтра никто не узнает. Держитесь от него подальше. Не слушайте его, не верьте ему. Почему? Привет, меня зовут Уилл Кинг, и сегодня я встречаюсь с актрисой Кэрри Маллиган, которая сыграла в фильме «Вдали от обезумевшей толпы». Привет. И я хочу начать с вопроса, увлекались ли вы викторианской литературой до съемок в этом фильме? Как обычную английскую девочку меня, конечно, заставляли в школе все это читать, и когда это происходит под нажимом, то это несколько отталкивает ребенка. В этой ситуации сложно по достоинству оценить книги. Я прочла другие книги Харди, но так и не дошла до «Вдали от обезумевшей толпы». Хотя, например, я хорошо знакома с произведениями Остина и Диккенса. Съемки в «Гордости и предубеждения» подготовили вас к работе над Томасом Харди? В какой-то мере, но дело в том, что Харди от Остина отличают более сложные персонажи и достаточно мрачноватый сюжет. Женщине трудно говорить о своих чувствах на языке, созданном главным образом мужчинами для выражения своих. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто у меня есть шанс. Однажды я оставлю вас, уж будьте уверены. Каково было сниматься в изысканных викторианских нарядах? Дело в том, что ваша героиня фермер, но ее платья очень роскошные. Было очень здорово, и наша художник по костюмам Джанет Петерсон хотела создать что-то изысканное. Ну и к тому же Башиба, она же необычная крестьянка. Костюмы всегда помогают вжиться в персонажа, и, например, корсеты были очень тугие, и мне это очень понравилось во время примерки, но гораздо меньше понравилось бегать вверх и вниз по холмам 15 дублей подряд. Но зато можно проследить, как развивается моя героиня эмоционально через ее костюмы и ее одежду. Когда я готовился к интервью, то заметил, что ваше имя чаще всего мелькает в списках самых хорошо одетых звезд. Вот мне интересно, вам легко это удается просто выйти за чашкой кофе и при этом очень клево выглядеть? О нет, я совсем не выгляжу клево, только если не наняли специального человека, который подобрал бы вещи, в которых я выгляжу, очень клево. Я, конечно, люблю хорошую одежду, но лучше всего я выгляжу, когда работаю, когда я промотирую новый фильм или общаюсь с прессой, как сегодня. У вас есть какие-то особенные секреты для ковровых дорожек? Что надо делать и что точно не надо делать? Мое главное правило – надевать то, в чем мне удобно и комфортно, потому что это очень странная и неприятная среда – стоять перед группой людей, которые тебя снимают. Поэтому хотя бы одежда должна быть хорошей и комфортной. Я тебе так скажу. Если хоть кто-то пронюхает, нам обоим конец. Поэтому перевозчик должен исчезнуть. Его нужно убрать, Бэрр. Глядя на вашу фильмографию, кажется, что вам нравятся мрачные тяжелые персонажи. Да, верно. Но зато их интереснее играть. Я люблю героини с недостатками, с личными драмами, проблемами, потому что в реальной жизни так чаще всего и бывает. Таким образом персонаж обрастает настоящей плотью и кровью. Вы основываете это на каких-то событиях из личной жизни? Бывает, но не обязательно. Например, когда в 21 год я сыграла Нину в «Чайке», у этой героини огромное количество горя внутри, и под конец пьесы она становится практически безумной, но ничего из этого у меня в жизни не было. Я выросла в замечательной семье. Вы когда-нибудь бывали в России? Нет, не бывало. Вам стоит съездить, набрать материал, может быть, даже сыграете Аркадина. Я очень на это надеюсь. Но пока что я использую свое воображение. Я знаю, что когда вы спросили сценариста Аббаства Даунтон, Джулиана Феллоса, о совете по поводу актерского мастерства, он сказал вам просто выйти замуж за банкира. Да, или за богатого юриста. Вы когда-нибудь хотели написать ему письмо? Дорогой Джулиан, я стала актрисой, вышла замуж за музыканта. Ну, потом, увидев мою настойчивость, он посоветовал мне курсы актерского мастерства, и мы остались с друзьями, и мы иногда видимся. Потом мы вместе работали, и кажется, он смирился с тем, что я не жена банкира. Правда ли, что благодаря супруге Джулиана выяснились в фильме гордость и предубеждение? Да, она представила меня кастинг-директору, который искал актеров для гордости и предубеждения, и так все и случилось. Настоящая женская взаимовыручка. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok